Их Александр Глазов, он и сегодня получает награды на немецкие лучшие спортсмены в том числе. Рекордсмен Вологодской области, мастер спорта по плаванию, неоднократный победитель соревнований самого разного уровня. Александр Глазов в ходе нелегкой борьбы не раз получал награды. Вручили кубок Вологжанину и накануне вечером. Просто за то, что среди жителей микрорайона он один из лучших. Да, на самом деле было мне очень приятно, очень неожиданно, что меня наградили, что меня знают в моем микрорайоне. Лучший председатель ТСЖ, школьник, набравшись за ЕГЭ 100 баллов, в общей сложности жители микрорайона наградили свыше 10 самых выдающихся соседей. Наши жители очень себя хорошо проявили в разных отраслях деятельности. Это и учеба, наши молодые жители нашего ТОСа, и работа, и так далее, и общественная деятельность. Поэтому были выбраны несколько номинаций и несколько номинантов. И путем голосования на комитете ТОСа мы выбрали наиболее достойный, как мы считаем. Наверное, историческое для города мероприятие, потому что это первый раз такое делается, чтобы микрорайоны, территориальное общественное самоуправление решили провести свою церемонию награждения лучших, ну, скажем так, почетных жителей микрорайона. Мы решили, точнее не мы, а территориальное общественное самоуправление совместно с Центром по работе с населением, решили приурочить это к дню рождения города, потому что, ну, день города, как-то вот принято отмечать заслуги разных жителей. Как и положено на праздники, была и концертная программа, подготовленная самими жителями микрорайона. Я надеюсь, что это будет благоприятно сказываться на развитии района, вот, что жители будут лучше друг друга узнавать, что будут появляться какие-то новые идеи по благоустройству, вот, по организации других праздников. Последнее время, ну, с тех пор, как начали устраивать какие-то мероприятия, когда ТОС начал работать, у меня появились новые знакомства, знакомства полезные. По словам руководства ТОС Псковский, такую премию в микрорайоне решили сделать ежегодной. Только в следующий раз, по задумке активистов, выбирать номинантов будут не только экспертные жюри, но и сами жители посредством интернет-голосования. Павел Громов, Николай Замараев, Новости Вологды.